Итак, экзопланеты. Экзопланеты начали изучать недавно, но информации накоплено уже очень много, и сегодня я планирую просто вывалить на вас поток информации. Вот с какой целью. Безусловно, у научно-популярных лекций есть разные задачи. Одна из задач развлекательная. Это всегда так. Итак, оставим ее немножко в стороне. Но дальше, мне кажется, возникает два варианта. Первый – это какой-то ликбез, и такие лекции тоже нужны, но наша сегодняшняя лекция, она все-таки не будет иметь особого отношения к ликбезу, какой-то простой информации, важной для всех. И тогда вторая задача вот какая. За время научно-популярной лекции, на мой взгляд, неправильно пытаться обучить людей чему-то, научить. Но за это время можно представить очень большую, яркую, широкую картину и заинтересовать. И вот тогда люди могут обратиться к каким-то уже более детальным и, может быть, более медленным источникам информации. В идеале каким-нибудь книгам или профессиональным или полупрофессиональным обзорам, которых в большом количестве можно найти. И вот исходя из этой именно задачи, я буду вам все рассказывать. И поэтому дальше буду говорить часто гораздо быстрее и буду быстро передвигаться по нескольким темам. Мы поговорим о том, какими бывают планеты, как мы их открываем и немножко о том, как планеты образуются. Итак, экзопланеты начали открывать в 90-е годы. Вообще говоря, недавно. Читая, конечно, лекции для, скажем, студентов младших курсов, я всегда задумываюсь, говорим, совсем недавно, 25 лет назад, начали открывать экзопланеты. То есть планеты начали открывать до их рождения. И в этом смысле это не такое уж недавно. Но, тем не менее, по меркам развития науки это действительно недавно. 25 лет — это одно научное поколение. Но действительно, я учился астрономии, когда никаких экзопланет не было. За 25 лет было получено, во-первых, самое главное, количество новых данных, очень разнообразных. Мы знаем на сегодняшний день несколько тысяч планет. Знаем с помощью разных методов, но все это достаточно надежное открытие. Есть огромное количество кандидатов в экзопланеты. И что может быть еще важнее, действительно перед нами открылись новые горизонты в том смысле, что появляются новые задачи. Наука все-таки существует, пока есть что-то необъясненное. И количество этого необъясненного, безусловно, растет, потому что мы продолжаем делать новые открытия. И вот экзопланеты как раз на данный момент из этой области. У нас была известна Солнечная система. Люди веками думали о том, как Солнечная система образуется, почему планеты такие разные. Добились в этом отношении некоторых успехов. А потом они начали открывать тысячи других планет в сотнях экзопланетных систем. И выяснилось, что наша система, хотя она не какая-то совсем вычурная и необычная, но тем не менее она не является каким-то типичным представителем достаточно однородной популяции. Экзопланеты и планетная система могут быть очень разными. И это ставит новые задачи, над которыми люди по сути раньше не думали, потому что не было повода для этих раздумий. Не было реальных объектов, которые можно было бы изучать. А вот сейчас все это можно делать. Это делает данную область исследований очень-очень интересной. Но давайте вначале определим, что же такое у нас экзопланета. Экзопланета — это планета, вращающаяся вокруг какой-нибудь другой звезды. То есть мы уже сильно сузили круг. Например, что не является экзопланетой. Планета Солнечной системы не является экзопланетой по определению. Это раз. А во-вторых, если планета летает одна сама по себе, или, может быть, в паре с другим аналогичным объектом, то мы тоже не называем ее экзопланетой. Это некая такая деталь в определении. Ее просто надо принять как должное. Есть объекты, которые очень похожи на экзопланеты, но экзопланеты не являются. Точно так же, как, условно, вот собака, часто для людей, домашний питомец. А если собака, не дай бог, потерялась, брошь, она уже не домашний питомец. Она не домашнее животное. Она вот бродит в лесу сама по себе и ищет себе пропитание, как в известном мультфильме про волка и собак. И грустит при этом. Так вот, планета, вращающаяся вокруг какой-нибудь другой звезды. Первую часть определения сформулировали. Теперь нам нужно сказать, что же такое планета. Для этого обратимся к графику. Вообще, графиков я буду показывать много. И вот на первом графике я специально обращу ваше внимание, откуда они берутся. Слева вы видите вот такие вот циферки. 1411.5517. Это номер статьи на сайте Archiforg. Archiforg — это совершенно замечательный портал. Это самый большой депозитарий научных публикаций, находящихся в открытом доступе. Совершенно легально при этом. То есть люди давно, опять-таки, примерно тогда же, когда начали открывать экзопланеты, чуть-чуть пораньше, придумали такую замечательную систему, куда авторы сами кладут статьи. То есть не нужен никакой СЦХАП. Нужно, чтобы все авторы клали свои статьи в архив. Нормальные научные журналы нормально к этому относятся. Скажем, фактически все научные статьи в Nature, если их авторы хотят выложить на архиве, то они их там спокойно выкладывают по физике, другим наукам. И астрофизический отдел один из самых больших в архиве. Вот 1411 — это год и месяц. 14-й год — ноябрь. А дальше номер статьи. Вот на сегодняшний день номер статьи задается в месяце. Уже не четырьмя, а пятью цифрами. Количество статей действительно большое. По астрофизике появляется больше тысячи статей в месяц. Какое-то время назад, почти 20 лет назад, я начал проект обзора астрофизической части архивов. То есть у меня утро начинается с того, что я рассказываю на своем сайте, о том, какие интересные публикации, на мой взгляд, естественно, субъективности, появились сегодня. Ну а дальше можно зайти, собственно, перейти по ссылке на сайт и посмотреть оригинальную статью. То есть если вас заинтересуют какие-то детали, откуда взяты эти графики, всегда можно найти, зайти вот по аналогичной ссылке и со всем разобраться. Так, хорошо. Давайте теперь все-таки ближе к сути дела. Итак, по горизонтальной оси отложена масса объекта. Она выражена в массах Юпитера. Шкала логарифмическая, обратите внимание. Но числа стоят нормальные. Одна масса Юпитера, 10, 100, 1000. Ну и слева одна сотая, одна десятая. По вертикальной оси отложен размер объекта в радиусах Юпитера. Снова шкала здесь логарифмическая. И явно глазу видны три таких части линии, три ветви. На самом деле их три с половиной. Итак, начнем с правого верхнего угла. Это достаточно большие, достаточно массивные объекты, формирующие вот такую ветвь. Это звезды. Вот эта зеленая точечка справа, это наше Солнце. Соответственно, масса примерно 1000 масс Юпитеров и размер радиуса, 10 радиусов Юпитера. Есть звезды больше по массе, есть еще более массивные звезды. Их просто не стали наносить на графику. Нам интересно, что мы уменьшаем, уменьшаем массу звезды и звезды в какой-то момент закончатся. Вот давайте потратим минутку и поймем, почему. Все-таки без лекбеза мне не обойтись. Чтобы объект был звездой, нужно, чтобы в его недрах шли термоэдерные реакции, а именно реакция превращения нормального обычного водорода, у которого ядро состоит из одного протона, превращение такого водорода в гель. Для этого нужна высокая температура и нужна высокая плотность. Почему? Потому что нужно, чтобы в реакцию вступили два протона. Протоны положительно заряженные частицы. Они отталкиваются друг от друга. Чтобы их сблизить на маленькое расстояние, чтобы начались реакции, нужно, чтобы они летели друг к другу с достаточно большой энергией. Температура нейрокинетической энергии частиц, составляющих данный кусочек вещества, для которого вы измеряете температуру. Чем больше плотность температуры, тем интенсивнее будут идти термоэдерные реакции, а при достижении некоторого значения они просто выключатся. Так вот, это минимальное значение, комбинация плотности и температуры соответствует минимальной массе звезды. Почему массе? Потому что массивные объекты высокую температуру и плотность внутри себя создают сами. Звезда сама на себя давит и в своих недрах создает высокую температуру и плотность. Поэтому масса – это главный параметр у звезды. Больше массы звезды будет, больше температура и плотность в центре, быстрее будут идти реакции, они могут зайти дальше. Но есть минимальная масса звезды. Это минимальная масса примерно 80 масс Юпитера, то есть 0,08 массы Солнца. Масса 80 масс Юпитера большая. И практически каждый раз я не удерживаюсь и повторяю, на мой взгляд, замечательную шутку Дмитрия Вига. Его, как и многих других астрономов, занимающихся популяризацией, периодически спрашивают на лекциях про планеты. Скажите, а вот Юпитер – это такая недозвезда, совсем нужно увеличить чуть-чуть его массу, и он превратится в звезду, что Дима додумчиво говорит, да, если к Юпитеру добавить 79 Юпитеров, он станет звездой. Ну, в общем-то, если и ко мне добавить 79 Юпитеров, то я практически тоже стану звездой. То есть мораль от Юпитера до звезды все-таки дистанция огромного размера. Но что же начинается? Какие объекты появляются, когда исчезают звезды? Здесь у нас живут бурые карлики. Бурые карлики – это объекты промежуточные между массивными планетами и звездами. В них не идут термоэйдерные реакции горения обычного водорода, но могут идти термоэйдерные реакции с участием изотопа водорода, да и терия. Могут идти некоторые другие реакции. Они не вносят большого вклада в энергетику этого объекта. Настоящая звезда не появляется, но, тем не менее, появляется вот такой вот необычный интересный объект – бурые карлики. Они нам еще будут встречаться по ходу данной лекции. Продолжаем уменьшать массу. При этом, обратите внимание, мы находимся в такой интересной области, где при уменьшении массы размер объекта почти не меняется. Более того, может даже немножко подрастать. Это связано с особенностями внутреннего строения бурых карликов, ну и немножечко массивных планет. У бурых карликов медры могут находиться в вырожденном состоянии. Не будем сейчас об этом говорить. Кому интересно, почитайте про вырожденный газ в очень интересное состояние вещества. Итак, мы уменьшаем, уменьшаем массу, и примерно на 12 массах Юпитера происходит переход от бурых карликов до планет. Это очень важная граница. Потому что, смотрите, бурые карлики начали изучать раньше. Их раньше открыли, экзопланеты позже. Планеты — это такой интересный объект. И вот представьте, что вы астроном, причем где-нибудь там в конце 90-х годов. Вы хотите открыть экзопланету. Вы ищете, вы находите объект и пытаетесь определить его массу. Это сложная задача, об этом еще будем говорить. Пытаетесь определить его массу, и получается у вас там 12,5 масс Юпитера плюс-минус одна. И вы задаетесь вопросом, что же вы открыли. То ли вы открыли очень тяжелую планету, то ли очень легкий бурый карлик. Хочется открыть планету, и поэтому вы пишете статью, которую называете «Открыт новый супер Юпитер». Ну, а под этим ярким заголовком честно описывайте то, что вы сделали. Итак, движемся в сторону все меньших масс. Мы попадаем в область планет газовых гигантов. Самые массивные планеты состоят преимущественно из водорода и гелия, просто потому, что этих веществ больше всего во Вселенной. Нельзя планету в естественных условиях сделать с массой 11 масс Юпитера, сделать ее из чугуна, ну или там из свинца, из золота, да даже из какого-нибудь углерода или кремния нельзя. Только водород и гелия. Они доминируют в межзвездной среде. Следующая зеленая точка, которая нам встречается, это Юпитер. Можно догадаться, 1,1. Масса 1, радиус 1. Продолжаем уменьшать массу. Вот у нас Сатурн, следующий объект Солнечной системы. И мы переходим на другую ветвь. Вот здесь закончились газовые гиганты. И начинаются другие планеты. Хотя здесь кажется, что такая вот ветвь одна. И прямой линией можно соединить. Крайние нижние зеленые точки, это Венера и Земля. И Сатурн, например. И на эту линию попадут Уран и Нептун в середине. Но на самом деле состав меняется здесь очень сильно. Фактически все многообразие планет лежит между Землей и Сатурном на этой прямой линии. Здесь встречаются планеты разных типов. Ледяные гиганты, такие как Уран и Нептун. И железнокаменные планеты, такие как Земля и Венера. Но эти многообразия не исчерпываются. Об этом мы еще поговорим. Но пока вот свой вклад в ликбез я внес. И мы можем двинуться дальше. Какая из-за планеты была открыта первой? До относительно недавнего времени это был прямо совсем отличный вопрос для студента в качестве такого легкого дополнительного вопроса. Потому что на него в принципе нет однозначного правильного ответа. Несколько лет назад прям был совсем тяжело. Я перечислю вам варианты, которые могли претендовать на истину несколько лет назад. Итак, есть первая надежно открытая планета вокруг звезды типа Солнца. Нормальные звезды, где водородка, превращаются в гель. Это 51 Пегаса Б, Майора Келло, Нобелевская премия по физике 2019 года. Совершенно поразительная Нобелевская премия по физике, на мой взгляд. Ее немножечко перебивает Нобелевская премия этого года. Итак, Нобелевская премия за экзопланеты. Повторюсь, это планета у нормальной звезды типа Солнца, открытой в 1995 году. Но за несколько лет до этого были открыты объекты планетных масс, вращающихся вокруг звезды, но не простой звезды, а вокруг нейтронной звезды, вокруг радиопульсара. В 1992 году Вальшан и Фрейл обнаружили систему из трех планет, мы на нее еще посмотрим, вращающуюся вокруг одного из миллисекундных пульсаров. И многие считают, что это первое открытие экзопланеты. И в решении Нобелевского комитета специально было оговорено, что за открытие не просто первой экзопланеты, а первой экзопланеты у звезды типа Солнца. Действительно, открытие 51 Тегаса Б оказалось важнее, потому что вот это прорубило окно во Вселенную, и мы знаем множество планет в той или иной степени похожих на 51 Тегаса Б. А вот других планетных систем, аналогичных той, которую обнаружили Вальшан и Фрейл, до сих пор не обнаружили. Уж 30 лет скоро как. Ищут, но так и не могут найти что-то похожее. Это совершенно уникальная система, очень интересная, но лежащая в стороне от основного русла экзопланетных исследований. Но на самом деле это не конец истории. Вот этот спор между 51 Тегаса Б и системой Вальшана Фрейла, он может продолжаться и сейчас. До сих пор люди могут подтверждаться разных точек зрения, какая экзопланета была открыта первой. Но есть еще два пункта. В 88-м году группа астрономов, используя ту же методику, которую использовали Майоркило, тоже искали планеты и нашли очень интересный кандидат. У них не было окончательной уверенности, не было достаточно точных данных, чтобы сказать, что это планета. И это все-таки была планета. Но для ее подтверждения понадобилось 15 лет. Так что когда она была подтверждена, она уже была далеко не первой, даже не в первом десятке. И еще один любопытный результат, в духе того, о чем я вам суточный пример проводил. В 89-м году еще одна группа исследователей надежно открыла объект, про который было неизвестно, то ли это Супер-Лепитер, то ли это легкий Бурый Карли. И только в октябре прошлого года, номер статьи вот снова стоит, видно, октябрь прошлого года, удалось показать, что это все-таки Бурый Карли, все-таки это не планета. Так что вопрос, какая экзот планета? Первый, он непростой, и картинка здесь не просто для привлечения внимания. Ну вот, как видите, люди стоят не на подиуме. Трудно сказать, кто выиграл данный гран-при. Немножко подумав, можно догадаться, что Фимов настоящий в середине его выиграл, потому что так они и сошли с подиума, первое место в серединке. Но, тем не менее, есть такой любопытный сюжет про первую экзопланетку. Ну и теперь мы знаем экзопланет много. Есть много каталогов. Самых известных на сегодняшний день два, пожалуй. Это европейский каталог экзопланет.eu. Здесь я ссылку не привел на него. И большой современный каталог, ссылка, на который слева внизу приведена. Вот картинки нарисованы с третьего онлайн-каталога, который фактически трансформировался в тот ссылка, на который приведена слева внизу. Что, собственно, я хотел показать на этих картинках? Картинки я не стал перестраивать специально к этой лекции. И, может быть, еще об этом сказать, почему так. Собственно, потому что нет в последний год, скажем, взрывного роста числа экзопланет. И все важное мы можем увидеть на картинках, которые я построил в середине прошлого года. Итак, давайте направо начать посмотрим картинку. Здесь показаны распределения по расстояниям до звезд, вокруг которых обнаружены экзопланеты. По горизонтальной оси расстояние в парсеках. К парсекам не все привыкли. Парсек — это три световых года с четвертью примерно. И что мы видим? Мы видим, что есть такой мощный максимум на расстоянии чуть меньше тысячи парсек. Это, соответственно, стало быть, примерно трем тысячам световых лет. То есть, наугад выбранная экзопланета, скорее всего, известная экзопланета, конечно же, известная каталогизированная экзопланета, будет находиться на расстоянии порядка трех тысяч световых лет. Это чтобы представлять себе масштаб. То есть, действительно, мы открываем планеты не слишком близкие. По галактическим меркам это все равно рядом. Галактика большая, у нее диаметр сто тысяч световых лет. Но, тем не менее, это неблизкие объекты, их трудно изучать. Хотя, да, есть небольшое количество известных планет и близких звезд, включая самую близкую звезду Проксомо Центавра Б, о которой мы еще поговорим. Теперь на левую картинку. По вертикальной оси отложена масса планеты, по горизонтальной оси большая полость орбиты. Радиус орбиты. Не будем путать себя элипсами. Радиус орбиты. Расстояние от планеты до звезды, стало быть, вокруг которой она крутится. И что мы видим? Ну, наверное, в начале глаз у вас выцепляет три группы планет. Но давайте мы про другое вначале поговорим. Посмотрим все-таки на нижнюю ось. Единичка – это расстояние от Земли до Солнца. И мы видим, что в основном мы открываем планеты, находящиеся близко от своих звезд. Ближе, чем Земля от Солнца. То есть мы антропоцентричны. Или вот знаете, как я очень сильно с возрастом чувствую. Раньше меня все время поражало, до какой там степени старшие коллеги называли меня молодым ученым. А потом я понял, да, моложе – значит молодой ученый. И вот в свои почти что 50 на 40-летних коллег я иногда уже смотрю, как на молодых ученых. Так вот, мы открываем планеты, близкие от своих звезд. В основном, потому что их проще открывать. Дальше мы перейдем к методам открытия. Близкие планеты от своих звезд проще открывать теми методами, которые сейчас очень эффективны. В будущем ситуация будет меняться. Это очень интересно. То есть мы в разное время, используя разные методы, будем заполнять разные участки картины, такой вот мировой картины, экзопланет. Вот представьте, были такие полотна, и хорошие, и плохие, у самых разных художников, где они рисовали на одном полотне огромное количество фигур, там, каких-нибудь известных людей. Такие вот, почти как калаш собранные, которые не были современниками. Ну, вот такую же картину можно составить из экзопланет. Ну, вот теперь посмотрим, значит, на эту картину. Видно, что открывается много планет, находящихся близко от своих звезд, примерно на таком расстоянии, как Меркурий. И планеты небольшие. Планеты никакие не гиганты. Масса у них порядка одной сотой массы Юпитера. То есть это чуть больше, чем Земля. И действительно, такие планеты, их называют сверхземли, или суперземли иногда, калькируют в прямую термин с английского. Они очень многочисленны. Привлекает внимание группа группа пловцов слева вверху. Группа планет слева вверху это горячие Юпитеры. Вот эти планеты искать проще всего большинством методов. Они находятся близко от своих звезд, и они большие, как Юпитер, или еще больше. И, наконец, открывается достаточное количество планет, которые находятся чуть-чуть дальше, чем Земля в среднем, и при этом они большие. Вот это уже отражает некоторую реальность, я бы сказал. То есть эти планеты обнаруживаются не только, потому что их очень легко открыть. Ну, давайте посмотрим на аналогичную картинку. Снова масса по вертикальной оси. По горизонтальной оси отложено не расстояние от звезды, а орбитальный период. Одно в другое пересчитывается через третий закон Кеплера. И здесь прямо выделено несколько важных групп планет. Горячие Юпитеры, о которых я уже говорил. Холодные Юпитеры, ну, или я бы сказал нормальные Юпитеры. Теплые Нептуны, сверхземли, о которых я говорил. И, наконец, каменные планеты, которые нам интересны в первую очередь, потому что они похожи на Землю и, стало быть, могут быть потенциально обитаемы, если там не слишком холодно, не слишком жарко. Вот иногда такими терминами я буду пользоваться, ну, разве что, так получается, в лекции у меня редко или никогда будет встречаться выражение теплые Нептуны, но это тоже вполне себе устоявшийся термин. Давайте поговорим, хоть уж я сказал о том, что планеты могут быть обитаемы, немножечко о потенциально обитаемых планетах. Итак, для планет мы можем изучать не так уж много характеристик. Орбитальный период, массу планеты, радиус, а иногда что-то одно, или массу, или радиус, а потом пересчитываем. И мы можем узнать еще одну характеристику, надежную из наблюдений. Это сколько энергии планета получает от своей звезды. Дело в том, что звезду мы видим, то есть знаем ее светимость, мощность ее излучения. И если мы знаем расстояние от планеты до звезды, можем посчитать, сколько энергии планеты получают. И сравнить с тем, сколько нужно для того, чтобы на поверхности планеты могла существовать вода. Поскольку нас интересует жизнь земного типа, то нам нужно, чтобы на планете была вода. Причем нас интересует жизнь не какая-то там спрятанная где-нибудь в глубинах пещер, а жизнь, которая охватывает большую часть поверхности планеты и влияет на ее внешние проявления. Только такую жизнь мы можем заметить. Мы, изучая далекие объекты, не можем обнаруживать маленький эффект. Вот как, если мы ищем другие цивилизации. Представьте, что на какой-то планете миллион лет существует цивилизация, где люди занимаются, не знаю, фермерством, поэзией, играют на арфах. Мы не можем открыть такую цивилизацию. Мы можем только узнать, что планета обитает. Если они это делают, все-таки на каких-то лужках на поверхности планеты, и там есть вода, воздух, которым можно дышать. Вот то же самое и с простейшей жизнью. Нас интересуют только те случаи, где жизнь влияет на внешние проявления, и мы можем ее, стало быть, как-то изучить. На этом графике по вертикальной оси отложим радиус планеты. Напоминаю тут, что радиус, что масса более-менее одно и то же. Почему радиус? Потому что представлены данные спутника Кеплер. Это очень многочисленные данные по экзопланетам. И Кеплер измерял именно радиус экзопланет в подавляющем большинстве случаев. А вот что по горизонтальной оси. Тут отложена энергия, которую планета получает от звезды. Инсоляция. Иногда еще говорят по-английски это installation, не знаю, по-русски инзвездация получается. Сколько энергии получает планета от звезды. И проведены две пунктирные линии, соответствующие Марсу и Венеры. Тем самым очень грубая и очень оптимистичная, подчеркну, определена зона обитательности. Про нее еще поговорим. И видно, что в зону обитаемости попадает большое количество известных больших планет Юпитеров, Нептунов, Сверхземель. Скорее всего, они нам не интересны с точки зрения обитаемости. Но видно, что попадает несколько железнокаменных планет. Причем это только по данным Кеплера. Есть данные других экспериментов и там тоже есть довольно значительное количество планет с небольшими массами и радиусами, то есть потенциально похожие на Землю по составу, которые попадают в зону обитаемости. Ну вот, собственно, пример, еще один, еще одной картинки. Здесь нарисованы две зоны обитаемости. Стоит сказать, что зону обитаемости рассчитать трудно, потому что она зависит, конечно, не только от того, как светит звезда, но и от свойств атмосферы планеты. Все хорошо понимают, ну, все, кроме некоторых. Понимают, что мы можем сделать с нашей атмосферой такое, что Земля останется где была, а вот станет необитаемой, потому что температура резко повысится на поверхности Земли. Соответственно, нужно учитывать атмосферу, мы не можем это учесть для экзопланет детально, потому что не знаем состава атмосферы, поэтому есть разные предположения, которые люди закладывают, рассчитывая на зоны обитаемости. Ну, естественно, часто люди делают более оптимистические расчеты, более оптимистичные расчеты с тем, чтобы от наружной планеты все-таки попадало в число потенциально обитаемых, но иногда люди идут более консервативно. Что нам говорит статистика? А много ли планет попадает вообще в зоны обитаемости? Много ли их железнокаменных и часто ли это бывает у звезд типа Солнца? Я не буду здесь про каждую клеточку говорить, картинка почти что для привлечения внимания. Желающие могут почитать, и совсем недавно, в октябре уже этого года, вот ссылочка, октябрь 2020 года, в конце октября, вот номер, видите, я вам говорил, пятизначные стали, 14812 статей в октябре было, чуть больше. Не буду про это детально говорить, скажу, что да, много. Вот эти данные октября этого года говорят о том, что у звезд солнечного типа, то есть без красных карликов, у звезд солнечного типа железнокаменные планеты попадают в зону обитаемости, если вы оптимист, то у двух звезд из трех, если вы пессимист-пессимист, то там у одной звезд из четырех. То есть вообще говоря, это очень большой процент, и это говорит нам о том, что условия для возникновения жизни должны быть у Вселенной достаточно хорошо распространены. так что в принципе астрономия уже дает свой ответ. Дальше биология, если мы говорим о возникновении жизни, ну и всякие аналоги, антропологии, олигенологии, для того, чтобы понять, как часто жизнь превращается в разумную жизнь, и разумную жизнь техническую цивилизацию. Продолжаем говорить про общее свойство планет. Планеты встречаются у разных звезд. Нам трудно искать планеты у массивных звезд, и есть подозрение, что они все-таки там редко возникают, там тяжелее образоваться планетам. Поэтому будем говорить о звездах типа Солнца и легче, то есть о красных карликах. Но у звезд, кроме массы, есть еще одно, еще один важный параметр, еще одно отличие, которое отличает друг от друга. Это их химический состав. Да, конечно, все звезды состоят в основном из водорода и гелия, но добавочки очень важны. Те, кто не любит или остро реагирует на острое, прекрасно знают, что это вот тот же самый бутерброд или там та же самая пицца, но там есть халапеньо, и есть вы это не сможете. Вот со звездами примерно так же. Есть звезды из совсем простых экологически чистых продуктов, а есть звезды с халапеньо. Вот Солнце — это звезда с халапеньо, звезда с большим количеством тяжелых элементов. В молодой галактике формировались звезды, где тяжелых элементов было мало. И мы можем сравнивать, какие звезды имеют какие планеты. Итак, у нас выделяются четыре класса звезд. Смотрите, у нас есть два деления по массе, более массивные и менее массивные. Менее массивные — это красные карлики. Их очень много, их прямо отдельно выделяют красные карлики. И по составу. Звезды, состоящие почти целиком из водорода и гелия, и звезды с заметной долей тяжелых элементов. То есть, с заметной долей 2% всего лишь, это не половина. И оказывается, что у них очень разные планеты. Во-первых, у красных карликов планет много, но там почти не встречаются гиганты. Давайте, чтобы это увидеть, посмотрим на центральный график. Здесь показано количество планет с короткими орбитальными периодами, меньше 50 дней. Почему выбран так? Потому что там нам проще искать, и там очень большая выборка очень надежных объектов. А по горизонтальной оси радиус планеты и нарисовано два графика для красных карликов. Это фиолетовая линия с буковкой М. И, соответственно, голубая линия, тонкая голубая линия с буквами ФЖК это солнцеподобные звезды. И видно, что у красных карликов много планет с маленьким радиусом. И, соответственно, мало планет с радиусом больше 4 радиусов Земли. Это вот уже всякие нектуны здесь начинаются. На правом графике показана другая чуть-чуть статистика. Для того же диапазона орбитальных периодов показано просто количество планет на звезду. Соответственно, красные карлики, вот они лежат отдельной кучкой, там много планет на звезду. Планеты там часто встречаются. Но видно, что все они достаточно мелкие. Большие планеты у маленьких звезд этих не образуются. И левая картинка заодно к этому иллюстрирует нам эффект металличности. Металличность это содержание тяжелых элементов. Соответственно, мы видим, если посмотрим на левый нижний угол этого рисунка, то увидим, вот там сидят красные карлики маленькой металличности с маленьким содержанием тяжелых элементов. И там нет гигантских планет. Гигантские планеты такими тарракотовыми кружками обозначены. То есть, если нет тяжелых элементов и звезда легкая, то там не будет планет-гигантов. То есть, это означает, собственно, почему я рассказываю, кроме того, что это правда, просто интересно. Это говорит о том, что мы начинаем гораздо больше понимать о том, как формируются планеты, как их свойства завязаны на свойства их звезд, и в этом смысле мы действительно движемся вперед. Какие звезды мы исследуем? Звезды мы исследуем разные. Здесь показано, опять-таки, из очень свежей работы этого года распределение параметров звезд с планетами, которые надежно изучены, хорошо изучены по данным спутника Кеплер. К этому добавлен спутник Гайя, что делает данные по звездам более качественными, надежными. Слева вверху показано распределение по массе. И видно, что звезды типа Солнца сейчас очень обильно представлены в той выборке, которую люди исследуют. Красные карлики, хотя они более многочисленны, пока, в смысле поиска их за планет, изучены менее интенсивно, просто потому, что звезды слабые, вокруг них многими методами труднее искать планет. Вот и все. Следующий важный фактор это возраст. Ну, например, он важен, если мы говорим об обитаемости планет, нам нужно еще и с возрастом угадать. Вот представьте, что вы ищете самого лучшего, ну, не знаю, кого, математика на Земле, вот вам нужно какую-то математическую задачу решить, да, и неким фантастическим способом вы можете прямо оценить математические способности всех людей на Земле. И вы находите двух или там трех людей с потрясающими способностями, но одному из них семь месяцев, а другому 97 лет. Скорее всего, это не то, что вы искали. Когда-то у одного будут, у другого были потрясающие математические способности, но сейчас они не способны сконцентрироваться на этой задаче. Вот с экзопланетами может быть такая же штука. Если мы ищем потенциально обитаемые планеты, то пока у нас лучший подход это искать планеты с возрастом, порядка возраста Земли, то есть порядка четырех-пяти миллиардов лет. И опять-таки оказывается, что это примерно серединка распределения. То есть действительно таких планет много, так что с точки зрения поисков жизни, которые, я думаю, в ближайшие десятилетия прям сильно интенсифицируются, у нас вполне себе радужные перспективы. Ну вот теперь мы переходим ко второй части, к методам открытия планет. Методов много, мы сейчас быстренько по ним про всем пробежимся. Здесь я хочу обратить внимание вот на что. В данный момент разные методы дают очень разное количество планет. И возникает вопрос, а зачем говорить про методы, которые сейчас дают мало планет? Причин две. Во-первых, они могут выстрелить в самом ближайшем будущем. И будет очень много планет, например, открытых астрометрическим методом не когда-то там через сто лет и не через двадцать, а меньше, чем через пять лет. Вот меньше, чем через пять лет едва ли не основная доля известных нам из-за планет будет открытым методом, который сейчас не дает ни одной надежной планете. Это очень интересно. А второе важное обстоятельство состоит в том, что разные методы открывают немножко разные планеты. И в этом смысле картина дополняется. Если вы сосредоточены на одном месте, ну, будет одна кучка на каком-то распределении у вас разрастаться и все. И будут оставаться пустые области плохо изученные. Вот чтобы их заполнять, нужны дополняющие друг друга методы. Ну, давайте быстро по методам пробежимся. Итак, исторический первый метод. Метод вариации лучевых скоростей. В этом методе, как и в большинстве, мы не видим планету напрямую. Но мы можем, наблюдая звезду, заметить присутствие планеты. Что делает планета здесь? Представим себе простую ситуацию. Звезда и одна планета. Звезда более массивна. Поэтому обычно мы говорим, что планета крутится вокруг звезды. Но на самом деле звезда тоже движется. Она движется вокруг общего центра масс-системы. И планета вращается вокруг общего центра масс-системы. И мы можем заметить это смещение звезды вокруг общего центра масс-системы, потому что полоборота она движется к нам. И это сказывается на ее спектре. Полоборота движется от нас. И это повторяется. Заметив такую периодичность в изменении скорости звезды, вы должны будете как-то это объяснить. И лучший способ это планета. Обстоятельства осложняются тем обстоятельством, что планет может быть много. И тогда звезда будет совершать очень сложные движения, которые нужно интерпретировать. Представьте, что мы не видим обруча на этой картинке, а видим только движение человека. И нам нужно определить, сколько обручей есть. Это сложная задача, но вообще говоря, решаемая. И таким способом методом лучшего скорости открыто много планет, в том числе самая первая планета 51 Пегаса Б. Вот на центральном графике собственно показано, как меняется скорость этой звезды, скорость в проекции на луч зрения, то есть к нам от нас, из-за влияния планеты. И видно, что с периодом очень коротким, 4 дня с хвостиком, вот он наверху написан период, скорость меняется, меняется с довольно большой полуамплитудой. Вот полная амплитуда больше 100 метров в секунду, полуамплитуда 56 метров в секунду, это большое изменение. И то, планета массивная, она сильно раскачивает свою звезду. Легкие планеты обнаруживать трудно, но вот одно из последних нашумевших открытий, ему уже 4 года, это обнаружение планеты у Проксима Центавра Б. Интерес связан не только с тем, что Проксима Центавра самая близкая к нам звезда, а еще и тем, что Проксима Центавра Б планеты начинают номеровать с буквы Б, имя звезды, а потом Б. планета легкая, у нее масса чуть больше массы Земли, и она попадает в зону обитаемости. Проксима Центавра это красный карлик, зона обитаемости там находится близко-близко от звезды, потому что звезда малой энергии излучает, и формально там температурные условия на поверхности таковы, что при наличии подходящей атмосферы там на поверхности может существовать жидкая вода, это интересно. Второй метод транзиты самый эффективный на сегодняшний день метод. Снова мы не видим планету, но что мы видим? Если планета оказывается точно между нами и звездой, то есть планета проецируется на диск звезды, то тогда, наблюдая блеск звезды, мы будем видеть, как он падает немножечко, падает совсем чуть-чуть, вот я ни капли не преувеличиваю, вы сидите дома вечером, включена люстра, вы читаете книжку и на люстру, куда-то там на абажур садится муха. Вы, естественно, глаз не поднимаете, для вас не потемнело все вокруг, но это ровно столько, насколько падает блеск звезды. Это примерно одна тысячная, может быть, одна десятитысячная, в крайне редких случаях одна сотая, ну, значит, на абажур сел мотылек большой. Это очень трудно измерить, и долгое время просто не удавалось это измерить, но вот уже в 21 веке люди начали это активно измерять. Первое измерение было сделано для уже известной планеты, открытой методом вариации лучевой скорости, и это массивная планета, стала быть довольно большая, видите, здесь блеск падает на 15 соток, то есть на полтора процента, на 15 тысячных, извините, на полтора процента. Это большое падение блеска, но чаще всего падение блеска гораздо меньше. Вот Земля на Солнце, это падение блеска меньше, чем на на десятитысячную. Мы можем это измерять, но только из космоса. И поэтому большой прорыв был связан с запуском специальных космических аппаратов. В чем прелесть наблюдения из космоса, там звезды не мерцают. Из-за влияния атмосферы мы можем очень точно и быстро измерять блеск звезды, поэтому даже маленькие телескопчики в космосе оказываются в этом смысле очень эффективны. И вот КОРО, это, скажем так, случайная миссия для поиска экзопланеты, ее не для этого делали, но в последний момент сообразили. Просто повезло людям, что можно адаптировать ее для поиска экзопланет. А вот Кеплер, который полетел, естественно, чуть позже, это специальная миссия, большая, разработанная для поиска экзопланет. Но даже маленький телескопчик в космосе может быть очень эффективный. Вот канадцы в свое время запустили небольшой спутник МОС, он похож на летающий сейчас ТЭС, но только был поменьше. И тоже открыли несколько интересных экзопланет, в том числе впервые была открыта планета у звезды, видимо, невооруженным глазом. Первые маленькие планеты в зонах обитаемости у Солнца подобных звезд тоже обнаруживались как раз методом транзитов, и Кеплер-22b была первой такой планетой. Последнее нашумевшее открытие это, наверное, система Тропист-1. Планеты в ней начали открывать с помощью наземных наблюдений, собственно, с помощью установки Тропист. А потом подключился космический инструмент телескоп имени Спитцера, и он открыл еще несколько планет в этой системе, доведя общее количество до семи. Все эти планеты железнокаменные, неудивительно, потому что Тропист-1 это красный карлик. А помните, мы говорили, у красных карликов планет много, они близко от своей звезды, но среди них почти не бывает гигантов. Вот у Тропист-1 все прямо как по науке, как по учебнику. И несколько, две, как минимум, из этих планет попадают в зону обитаемости, снова это делает данную систему очень интересной. Следующий метод, немножко более хитрый, снова планету мы не видим. Это метод гравитационного если у нас реализуется такая ситуация, мы наблюдаем далекую звезду и точно между нами и этой звездой на луче зрения пролетает какой-то массивный объект. Другая звезда, черная дыра, нейтронная звезда, белый карлик, то этот объект работает как довольно мощная гравитационная линза, то есть он собирает свет далекой звезды и поэтому мы видим усиленный свет, мы видим возрастание блеска, когда объект линзы подходит ближе к лучу зрения, ну а потом картинка симметрично повторяется в обратную сторону, блеск постепенно уменьшается. Это если линза один компактный объект, типа звезды или звездного остатка, а вот если объект двойной, то тогда ситуация будет более хитрая. Нас интересует ситуация массивный объект и легкий спутник, то есть звезда с планетой. Планета будет действовать по сути как дополнительная линзочка. На самом деле там очень интересная красивая физика, там все гораздо сложнее, но по сути как дополнительная линзочка, и поэтому на кривой возрастания и обратного спада блеска мы будем видеть какие-то дополнительные детальки. Вот наблюдение таких деталей позволяет открывать планеты, и это очень эффективный метод, потому что он позволяет быстро за пару ночей наблюдений обнаружить планеты, которые находятся далеко от своей звезды. И в методе лучевых скоростей, и в методе транзитов вам важны повторы, вам нужно несколько орбитальных периодов наблюдать. Вот скажем, открыть Юпитер у Солнца двумя первыми методами несложно, только наблюдать надо 50 лет. Фактор времени работает. Например, это очень плохая тема для дипломной или кандидатской работы. А вот линзирование все гораздо проще. У вас наблюдения будут проходить, именно наблюдения планетных деталей в кривой блеска всего несколько ночей, и поэтому это довольно эффективный метод. Вот прям совсем как из учебника картинка, основной рост связанный с линзированием на звезде и дополнительный маленький печок, связанный с наличием планеты. Видите, 10 августа, 11 августа, за два дня наблюдений люди получили открытие экзопланеты. Это очень эффективный метод. Мы можем сравнить методы по их способности обнаруживать разные планеты. Здесь разные символы соответствуют различным способам открытия экзопланет. И видно, что разные части этой диаграммы засеяны разными символами. И в этом смысле действительно очень здорово, что у нас одновременно работает несколько методов. Задумайтесь, на самом деле это все-таки удивительное совпадение. Методов много. И за короткий промежуток времени, за время жизни одного поколения ученых, они все начали работать. Могло бы быть совсем не так. Например, методы наблюдения в разных диапазонах спектра, они очень медленно вступали в строй. Радионаблюдение вначале, потом потихонечку ближний инфракрасный диапазон присоединился, а потом нужно было дождаться космических полетов, чтобы запускать детекторы, а потом, не знаю, только в 2015 году гравитационно-волновые детекторы разработали. То есть от 31 года первых радионаблюдений до 2015. А тут все очень компактно, очень здорово. И заодно скажу, но нет времени влезать в детали, метод линзирования интересен еще и тем, что он работает для очень далеких объектов, и у нас есть данные о планетах в далеких галактиках, и когда это происходит, это практически всегда метод линзирования, за одним очень странным исключением. Немножко о других методах. Метод тайминга. Это означает, что вы наблюдаете какой-то периодический процесс, например, вращение звезд вокруг общего центра масс, и обнаруживаете в этом процессе какие-то сбои, причем не вот скачки случайные, а как будто в этом механизме есть еще какая-то деталь, которая мешает ему работать безупречно. И эта деталь может оказаться планетой, то есть вы должны определить параметры этого лишнего тела в системе, если параметры попадут в диапазон масс планет, значит планет. Ну, а также можно открывать очень слабые звезды, бурые карлики, белые карлики, еще что-то там обнаруживают, нейтронные звезды, черные дыры и так дальше. Похожим методом, то есть по сути методом тайминга была обнаружена первая, вот та, которую я говорил, она же в некотором смысле последняя, планетная система у пульсара. Три очень легких тела, две таких сверхземли, я бы сказал, и один объект с массой, как Луны, обнаружены, потому что импульсы от пульсара приходили то раньше, то позже. И это квази-периодически менялось. Ну, квази, потому что у вас взаимное влияние трех планет. Можно сказать, что периодически, ну, с такой очень хитрой комбинацией периодов. Вот. Часто возникает вопрос, откуда взялись эти планеты. Это отличный вопрос, потому что ответ простой, мы не знаем. Скорее всего, эти планеты образовались после образования нейтронной звезды, после взрыва сверхновой, то есть это не системы, пережившие взрыв сверхновой, они не планеты, пережившие взрыв сверхновой, это объекты, возникшие позже, но здесь есть много интересных, невыясненных деталей. Все осложняется с тем, что такая система одна. Было бы их много, нам было бы проще изучать, но здесь явно работает какой-то очень редкий механизм формирования. Наконец, астрометрическое детектирование. Если звезда движется относительно центра массы системы, вращается вокруг него, значит, мы можем заметить просто смещение звезды на небе. И люди это понимали в 19 веке, в 19 веке пробовали, так сказать, спутники у звезд. Искали и находили, но не планетных масс. То есть так можно находить невидимые спутники звезд, обнаруживать там белые карлики, нейтронные звезды, даже черные дыры теперь. Планета пока не получается. Летает спутник Гая, на который возлагаются большие надежды. Когда я вам говорил, что в течение 5 лет появятся тысячи планет, обнаруженных методом астрометрического детектирования, это как раз все благодаря спутнику Гая. Надо просто подождать. А что есть пока? Ну вот был надежный кандидат. Здесь показано на рисунке, как звезда движется. Крестиком отмечен центр масс. То есть звезда правда движется, это измеримо. Нужно было определить массу спутника невидимого. И когда это сделали, оказалось все-таки 28 масс Юпитера. Больше 12, значит это бурый карлик. Вы помните, от 12 до 80 примерно масс Юпитера это бурые карлики. Это как раз бурый карлик. В этом году появился совершенно потрясающий результат. В августе появилась статья этого года. Это сейчас первый лучший кандидат в планеты, открытый методом астрометрии. Но обнаружен он с помощью радионаблюдений. Это довольно интересно. Красные карлики являются мощными источниками радиоизлучения. И радионаблюдения помогают очень точно определять координаты объектов. и периодическое смещение красного карлика было замечено. Вот на левом нижнем рисунке хорошо видно. Тут видна такая периодичность. Это пока приписывается влиянию планеты, но период орбитальный довольно большой и поэтому нужно наблюдать систему подольше. То есть еще несколько лет наблюдения по всей видимости потребуется, ну хотя бы года три, чтобы очень надежно подтвердить или все-таки опровергнуть это открытие. Теперь мы подбираемся к самому интересному. Во всех предыдущих методах мы планету напрямую не видим, а хочется планету увидеть. Или хотя бы прямо увидеть излучение от планеты. Заметьте, это две большие разницы. Вот представьте, одно дело вы видите лимон, а другое дело вы пьете чай с лимоном, где от лимона остался один вкус. Но он там безусловно присутствует, вы чувствуете этот лимон, но вы уверены, что он там есть. Вот то же самое бывает с планетами. Можно прямо видеть планету как лимон, а можно в излучении звезды выделять некоторые особенности, которые явно связаны с излучением от планеты. Например, вот как у Венеры есть фазы, можно наблюдать какую-то звезду, если у нее есть достаточно крупная и близкая к звезде планета, хорошо отражающая излучение звезды, то за счет смены фаз вы будете видеть, что блеск звезды периодически меняется. Это на самом деле довольно сложный метод открытия планет. Вот с одной стороны считается, что так были открыты планеты Кеплер-70b и Кеплер-70c, а с другой стороны есть работа, где люди по-другому интерпретируют наблюдаемую переменность блеска звезды, то есть находят объяснения, не связанные с планетами, поэтому тут дискуссии продолжаются. Но все-таки есть несколько случаев, их не так много, их пара десятков наверное, чуть больше может теперь, случаев, когда мы видим планету напрямую. И конечно это всегда гигантские планеты и по большей части планеты молодые. Почему молодые? Это вот как раз такой типичный пример, потому что молодая планета сжимается, молодая планета сжимается и при этом выделяется энергия. У планеты есть свой источник энергии, она светит не отраженным светом звезды. Поэтому планета может находиться далеко от звезды, то есть ее излучение не сливается с излучением звезды и источник энергии повторюсь, собственный. Таких случаев немного, но вот есть несколько красивых картинок. Вот планета у звезды бета-живописца, вот полоборота за 6 лет она сделала и наконец есть система рекордсмен HR8799, там 4 планеты видны напрямую и есть совершенно замечательный такой анимированный гиф, где показано, как за несколько лет наблюдений видно, как планеты вращаются вокруг своей звезды. Это, конечно, очень впечатляет. Видно, опять-таки, сравним разные методы открытия планет, видно, что метод прямых наблюдений, это квадратик алого оранжевого цвета какого-то. Метод прямых наблюдений работает для планет, которые находятся далеко от своих звезд, по горизонтальной оси, от высшем расстоянии от звезды, далеко от своих звезд, и это работает для массивных планет, видите, они все 10 масс Юпитера, то есть некоторые из них уже по сути даже бурые карлики, я бы сказал. Вот эти объекты скорректно классифицируют как бурые карлики. Тоже такая проблема, если вдруг кому-то станет интересно покопаться в каталогах, обращайте внимание, довольно много легких бурых карликов включено в каталоге как экзопланеты. Если мы получили изображение экзопланеты, мы можем начать ее изучать дальше. Мы можем строить спектры, спектры говорят нам о составе атмосферы, и действительно в 21 веке начали получать такие результаты. Вот показан спектр планеты Hr8799c, самой яркой планеты. Давайте я вернусь даже вот сюда, пока вот она сияет. Спектр, соответственно, можно изучать, какие вещества находятся в атмосфере этой планеты. Это интересно. Планета газовый гигант, конечно, она никакая не обитаемая и очень молодая в любом случае, но это интересно для физики дела. Повторюсь, разные методы дополняют друг друга и мы с вами двигаемся дальше. Немножко успеем поговорить о составе планет. Итак, мы для планет измеряем только макро характеристики, массы и радиусы. Ну и плюс добавляется, сколько энергии планета получает от своей звезды. Тем не менее, это уже позволяет нам кое-что сказать о внутреннем устройстве. Ну вот смотрите, представьте, есть человек и в принципе, ну конечно без деталей, но в принципе врач, узнав о человеке рост, вес, возраст и как он питается, то есть аналог того, сколько энергии получает планета от звезды, может кое-что сказать о его здоровье. Но этого недостаточно, безусловно. Безусловно, есть много других всяких данных, есть всякие сложные анализы. Вот в случае экзопланет приходится довольствоваться этим. То есть внутрь планет залезть мы не можем, и у меня скорее сравнение даже не просто с врачом, а врач какого-нибудь там 16 века лечит коронованную особу, и на эту коронованную особу можно посмотреть только издали в мантии. И нужно сделать какие-то выводы о том, что же там происходит с их величеством. Вот с планетами какая-то такая же ситуация, но, к счастью, точно так же, как у нас есть относительно ограниченный набор заболеваний. то есть, жил человек в Москве или в Саратове, неважно, никуда особенно не ездил, и жизнь у него такая обычная, вряд ли у него есть там лихорадка верхнего Нила или еще что-нибудь, Эбола. То есть, даже существующие можно отбрасывать какие-то болезни. И уж, конечно, если прибегает Шелдон Купер и говорит, а может быть, у меня в мозгу инопланетный вирус, это тоже можно отбросить сразу. Особенно не споря, не вступая в дискуссия, вы знаете, нет, я все-таки думаю, что причина какая-то другая, не инопланетный вирус. Так вот, для планет тоже есть определенные варианты состава, и это позволяет нам делать такой вот educated guess относительно внутренних свойств планет по их макроскопическим характеристикам. Конечно, здесь в игру вступают модели, то есть мы моделируем, как планеты образуются, мы знаем, из какого вещества они образуются, мы видим вещество межзвездной среды, мы пытаемся все лучше понять механизмы, детали механизмов формирования планет, и, соответственно, много групп в научном мире проводят расчеты того, как это происходит. Вот на картинке вы как раз видите рассчитанные параметры планет, как радиус связан с массой для планет разного состава. Цвет отражает потихонечку изменение состава, у легких планет меньше водорода и гелия, у старых планет больше. Можно это представить по-другому, но давайте обратимся к реальным наблюдаемым объектам. Интересно, что, конечно, природа, она не укладывается в наши простые схемы, и поэтому нам приходится делать более сложные схемы. Но то, что мы открываем объекты, не укладывающиеся в схемы, это, вообще говоря, всегда хорошо. Это позволяет двигаться вперед, это заставляет думать над новыми вопросами, и я приведу несколько таких примеров. Вот, например, загадочный горячий Юпитер. Горячие планеты обычно раздутые, они нагретые, и газовые шары раздуваются при нагреве. А вот тут горячая массивная планета, но при этом маленькая. Значит, у нее, по всей видимости, большая доля составляющей из тяжелых элементов, гораздо больше, чем у нашего Сатурна, и меньше в относительных величинах составляющей газовой. Иногда есть совсем удивительная планета. В системе Кепкар-51 планета имеет очень низкую среднюю плотность, меньше 0,05 граммов в кубическом сантиметре, это совсем удивительно. Это планеты с очень толстыми газовыми оболочками, и вообще говоря, трудно набрать такую газовую оболочку, если в середине маленькой сердцевин, у Адуанча такие толстые щеки на таком тоненьком стебельке, это очень трудно набрать планете. Совсем недавнее открытие, меньше года этой публикации, еще один аналог Сатурна с очень низкой плотностью, в 10 раз менее плотный, чем Сатурн. То есть периодически обнаруживаются интересные планеты, которые в большей или меньшей степени бросают вызов механизмом формирования расчетом структуры планет. Но тем не менее, несмотря на все это, есть три основных типа планет, потому что есть три основных составляющих планеты. Три основных составляющих это газ, газ это водород и гелий, это лед, лед самый разный, вода, замерзший метан, замерзший аммиак, замерзшие углекислые угарные газы, важно, что это льды. И твердые вещества, опять-таки, разные, то есть железно-каменные, это могут быть там всякие соединения магния, кислорода, еще чего-нибудь, могут быть железные ядра прямо у планет, но, как бы то ни было, вот эти три основные составляющие, смешанные в определенной пропорции, она может быть сильно разная, естественно, дают основные типы планет. Ну, вот по трем основным составляющим все-таки выделяют три совсем основных типа, и важно, что в Солнечной системе у нас есть все. У нас есть планеты железно-каменные, Меркурий, Венера, Земля, Марс, у нас есть ледяные гиганты, Уран, Нептун, и у нас есть газовые гиганты, Юпитер и Сатурн. Теперь в заключение про то, как мы изучаем планеты. Здесь, повторюсь, большую роль играют спутники, потому что даже если мы проводим наблюдения в оптическом диапазоне, что можно делать из Земли, и даже учитывая, что в космос мы не можем запустить такие большие телескопы, какие мы можем поставить на Земле, тем не менее, тем не менее, космические наблюдения важны и для открытия, и для исследования планет. Для открытия я уже говорил, почему нет мерцания звезд, и многие наблюдения можно проводить гораздо точнее, в самыми разными способами, и транзитные, и астрометрические, и даже, по всей видимости, в будущем измерения вариаций лучевой скорости можно эффективно проводить из космоса, а иногда лучше или необходимо. Ну и для детального исследования тоже подходят космические аппараты. Здесь уже речь идет о наблюдениях в диапазонах, которые недоступны с поверхности Земли, в первую очередь об инфракрасном диапазоне. Ну, давайте скажем пару слов. Вначале, что сейчас у нас летает? Летает спутник ТЭС. Это небольшой аппарат относительно, ну, скажем, он меньше и дешевле Кеплера. Предназначенный для открытия новых планет. Он работает с 2018 года, работает успешно, то есть его базовая программа вообще уже выполнена. Нужно обрабатывать теперь данные, это займет какое-то время, но уже есть десятки открытых планет, тысячи кандидатов, и в будущем это количество возрастет, и то, и другое. Будут там тысячи надежно открытых планет, и может быть под 10 тысяч кандидатов. Это именно задача поиска, причем поиска одним методом. В чем здесь интерес, что в отличие от Кеплера, который смотрел в одну выборную точку на небе, ТЭС сканирует все небо, и в частности у него в данных будет довольно много слабых красных карликов. Он, нельзя сказать, что прямо фокусируется на этих звездах, он видит все, что видит. Но это очень важная составляющая часть программы, дополняющая наши, заполняющие пробелы, дополняющие наши предыдущие результаты. Совсем другой подход используется в другом работающем спутнике, Хеопс, он на год позже полетел, даже чуть больше, чем на год. Но вот он уже несколько месяцев на Орбите, все тесты проведены, аппарат успешно работает, он не предназначен для открытия планет, он предназначен для более детального изучения уже известных планет. Идея в том, что вы открываете планеты с Земли методом вариации лучевой скорости, а потом нещите транзиты в этих же планетных системах с тем, чтобы одни данные дополняли друг другу уже для одной системы. Следующая большая машина для открытия планет, действительно большая, мощная, это спутник Плата, который должен полететь вот лет через шесть примерно. И оценки количества планет, которые будут открыты в ближайшем будущем, вот таковы, как вы видите, на рисунке. Причем, обратите внимание, здесь мне очень нравится этот рисунок, из такого свежего интересного обзора. Авторы правильным образом выделяют прямо такие эпохи в изучении экзопланет. Вначале заработал метод вариации лучевых скоростей, затем заработал метод транзитов, и сейчас большая часть планет открывается именно этим методом. Потом, вот в середине 20-х годов, Гайя выдаст свои планеты, и мы будем в период такой короткой эры астрометрического открытия экзопланет. Что будет дальше, мы не знаем. То есть, может быть, вернется какой-то из этих методов, может быть, одобрят специальный спутник для поиска планет методом микролинзирования, и это будет тогда очень важно и интересно. Совсем другая часть диаграммы начнет заполняться. То есть, здесь можно думать, что мы хотим от Вселенной, в смысле рассказов об экзопланетах, но можно посмотреть на миссии, которые точно заработают в ближайшем будущем. В конце 20-х полетит европейский спутник Ириэль. Он предназначен для исследования атмосфер планет. В основном речь идет об атмосферах достаточно массивных планет, сверхземель и дальше. То есть, сверхземли, Нептуны, Юпитеры. И это специализированный, очень такой сложный, навороченный инструмент, который много начнет рассказывать именно о физике планет. Для детальных исследований хороши большие телескопы. Они собирают много света, вы можете строить детальные спектры. И в 20-е годы заработает новое поколение наземных больших телескопов. Первым заработает самый большой из трех планированных инструментов. Это очень большой телескоп, extremely large телескоп. У него диаметр зеркала 40 метров. Это важно для изучения атмосферы. Мы все ждем, не дождемся, когда же наконец полетит телескоп Джеймса Уэбба. Это 6-метровый космический телескоп, работающий в инфракрасном диапазоне. Опять-таки, одной из его задач является изучение атмосфер экзопланеты. Наконец, в далеком будущем, это уже действительно какое-то далекое будущее, середина века, мы можем надеяться на запуск аппаратов, которые позволят непосредственно изучать планеты типы Земли, то есть получать их на картинках и получать спектры их атмосфер так, как мы сейчас делаем для Юпитера. Вот это требует действительно принципиального такого технологического скачка. В принципе, инженеры понимают, что нужно делать для этого, но все базовые технологии, которые там должны быть заложены, они все не реализованы нигде. Придется специально создавать под эти проекты. это дорого и сложно, поэтому в ближайшие 10-20 лет такие проекты не начнутся, но, тем не менее, повторюсь, в середине века я думаю, что эти проекты будут реализованы и вот тогда уже начнется такая настоящая большая охота на жизнь за пределами в Солнечной системе. Подчеркну, мы, как шарик, занимаемся фотоохотой. На этом я останавливаюсь и готов отвечать на вопросы, если они у вас будут. Продолжение следует...